Я познакомлю вас с диском, который называется Игроматика. На этом диске находится 12 игр, которые способствуют обучению детей математике. Игры предназначены для детей от 5 до 8 лет. Таким образом можно поиграть со старшими дошкольниками и с младшими школьниками. Интерактивные игры этого диска помогут изучить цифры, освоить счет, сложение, вычитание, а также сравнение чисел. Все игры насыщены интересными сюжетами, веселыми героями, которые мотивируют ребенка на то, чтобы он познавал, знакомился и запоминал. С помощью этих игр развиваются все виды памяти и внимания у детей. В одних условиях, в одной игре условия нужно запоминать на слух, в другой знакомиться визуально, а в третьих нужно вводить цифры с клавиатуры. В нескольких играх есть специальные настройки, которые позволят вам выбрать количество раундов, скорость, диапазон чисел. Эти игры можно проводить как в индивидуальном порядке, играя с одним ребенком, так и использовать их на интерактивной доске, интерактивном экране, для того, чтобы поиграть с группой или подгруппой детей. Игры разнообразные, поэтому вы можете выбирать именно ту игру, которая подходит данному конкретному ребенку. Давайте посмотрим, как выглядят эти игры на экране. Вы вставляете диск в дисковод, и через одну минуту игра загрузилась. Вы видите название и граматика. Познакомимся с игрой, которая называется «Тряпки по порядку». Здесь предлагается детям повторить или познакомиться с порядковым счетом. Нажимаем на кнопочку «Играть». Баба Дуся до ночи стирала, сто лет отжимала, кое-как до веревки доставала. Ночью налетел ураганный шквал, все клетки по земле разметал. Помоги бабе Дуся развесить белье. Смотри на числа и щелкай по ним по порядку. Я обращаю ваше внимание на настройку к игре. С помощью настройки я выключила музыку. Если она вам мешает, вы тоже можете ее убрать, нажав вот на этот ярлычок, нотка. И затем ребенок, вы видите, может разложить все эти вещи по порядку. Развесить их на веревку. 16. Затем ищем цифру. 17. Отдела. Отдела. Порядочек. Ребенок видит, что происходит, помогает бабушке Дусе и называет вслух все числа. Эх, хлеб дорого. Чудесненько. Пусть сохнет. Вы слышите, какая прекрасная озвучка бабы Дусе поощряет все усилия ребенка. Пусть сохнет. Отдела. Ой, спасибо. Это был прямой счет. Какой у меня теперь порядок. Я тут опять стирку затеяла. Не поможешь? Гроза. А теперь давай развесим вещички в обратном порядке. Смотри на числа. Предлагается выполнить те же самые действия, только в обратном порядке. В этой игре могут быть предложены числа от 1 до 10, или от 10 до 20, от 20 до 30 и так далее. Обратите внимание, что к этой игре есть печатное задание. Нажимая на кнопку «Напечатать», вы получаете листочек формата А4, на котором в черно-белом варианте есть задание к этой игре. Таким образом, ребенок может переместиться от компьютера за стол и продолжить изучение порядковых чисел. Давайте познакомимся с замечательной игрой, в которой предлагается выполнить простые задачки. Игра называется «Как считают индейцы». Нажимаем на кнопку «Играть». Ин лакеш, ай лакеш, хау, бледнолицый, я Орлиник. Они ловкие охотники и меткие стрелки. Посчитай их добычу вместе со мной и напиши ответ. После этого нажми кнопку «Готово». Я вытащил из норы семь лис, а я одного барсука. Сколько лис принесли сыновья. Видите, какая непростая задача. Ребенок должен подумать и еще и сообразить, про что идет речь. Про лис или про барсуков. И когда ответ готов, то он находится на клавиатуре. Вставляем цифру семь и нажимаем на кнопку «Готово». О да! Я нашел рога от трех оленей. Я ничего не нашел. Сколько оленей сбросили свои рога. Тут вы обсуждаете с ребенком задачу. Кто из сыновей что нашел. И после этого с клавиатуры пишите ответ и нажимаете на кнопочку «Готово». Верно! Я поймал четырех зайцев. А я тоже четырех. Сколько зайцев поймали мои сыновья? Видите, задание достаточно разнообразное. Каждый раз нужно подумать, складывать ли числа или выбрать вариант ответа одного из индейцев. О да! Бледнолицый! Ты поразил нас своим знанием и упорством. За это тебе подарок от нас, от меня и моих сыновей. Вот такое первое место получает ребенок. Продолжим считать добычу. Вы обратили внимание, какая короткая игра. Ее вполне можно вместить в канву занятия в начале или в конце. В любом случае такая игра смотивирует ребенка на то, чтобы трудиться с удовольствием. Давайте посмотрим еще одну игру, которая называется «Веселый курятник». Здесь мы учим детей считать парами. Нажимаем на кнопку «Играть». Куд-кудах, цыплятки, желтые ребятки, идите к маме к вочке. Два, четыре, шесть и... Повторяй за курицей число. А если она забудет число, то выбери правильный ответ и щелкни по нему. Итак, смотрим, что происходит на экране. Два, четыре... Считаем вместе с курицей. Ко-ко-ко, ко-ко-ко-ко. Ой, забыла я число. Два, четыре. Какая следующая будет цифра? Выбираем вместе с ребенком. Шесть. Отключаем музыку, если она нам мешает. И продолжаем считать. Восемь. Парочки выделяем. Десять. Двенадцать. Четырнадцать. Смотрите, это игра и на внимание. Ребенок должен найти эти пары. Не так-то и просто это сделать. Как же дальше посчитать? Помоги, дружок, понять. И ребенок вместе с вами или без вашей подсказки выбирает следующее число. Таким образом он учится считать парами и визуально понимает, что такое пары. В данном случае речь идет о парах цыплят. Безусловно, диск и грамматика, игры этого диска помогут в работе и воспитателям, воспитателям логопедических групп, развивающим, педагогам, а также учителям начальных классов. Работая с такими играми, вы сами увидите, насколько интереснее будут проходить занятия и насколько эффективнее будут ваши результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова